Атомная энергетика Работаю в госкорпорации Росатом. Это подразделение, в котором я работаю, называлось по-разному. Сейчас это проектный офис по обращению с отработавшим ядерным топливом. Но я хочу сказать, что атомная энергетика, радиохимия, обращение с отработавшим топливом, высокоактивными отходами, это профессиональная сфера деятельности, начиная с самого начала, начиная с момента окончания института. И в части роли женщин. Радиохимия это женская стихия. То есть это то, где сосредоточены женщины реально. И вспоминая о своем научном руководителе, руководителе моей диссертации, он всегда поднимал тост за женщин-радиохимичек. Потому что именно их руками сделаны все открытия и все работы в топливном цепи. Поэтому эта часть женская. Я представляю эту часть. И поэтому мое сообщение будет именно о завершающей части топливного цикла, об обращении с отработавшим топливом. И о тех подходах, которые мы видим в этой части топливного цикла, в подходах к наиболее экологически приемлемому топливному циклу. Поэтому начнем. Следующий слайд, пожалуйста. На пленарном заседании и сегодня уже Михаил Чудаков еще раз подчеркивал, что атомная энергетика является одной из четырех генераций, которые не производят СО2. И именно эта энергетика может дать стабильную базовую генерацию. То есть атомная энергетика это будущее, это настоящее и это будущее, от которого никуда не уйти, ни при каких вариантах развития событий. При этом атомная энергетика наиболее энергоемкая. Один грамм 235-го урана или один грамм плутония. Это около полутора тонн нефти. 22 мегаватта в час. Но в то же время атомная энергетика несет как неотъемлемую часть образования радиоактивных отходов и отработавшего топлива. Который является с одной стороны достаточно ценным сырьем, поскольку 96% в отработавшем топливе это материалы ядерные, которые могут быть рециклированы, могут быть возвращены в топливный цикл. И порядка 4-5% это отходы, которые представляют из себя смесь изотопов самых разных, с самой разной активностью, с самыми разными периодами по распаду, типами распада и так далее, с которыми надо уметь упрощаться. В мире наблюдается откладывание проблемы, решение проблемы обращения с АЯД. Накуплено более 310 тысяч тонн. И, собственно, в России тоже около 22, у нас половина тысяч тонн АЯД. Страны, которые избрали отложенный путь решения, накапливают его. И для того, чтобы просто захоронить, потребуется 440 километров туннелей. Это, ну, если вы можете себе это представить, найти такую походящую площадку, обосновать безопасность. То есть это крайне маловероятное событие. Следующий слайд, пожалуйста. Существуют два варианта обращения с отработавшим топливом. Открытый топливный цикл и замкнутый топливный цикл. Как у любой проблемы, есть плюсы, есть минусы. Если мы предполагаем открытый топливный цикл, конечно, это отсутствие переработки, сложного технологического процесса. Ну, собственно, это, пожалуй, единственный плюс, который есть у открытого топливного цикла. В части замыкания мы тут же уходим на резкое уменьшение объемов отходов для захоронения. Уже при нынешнем технологическом развитии это в 5 раз меньше объем отходов для захоронения. При развитии технологии фракционирования мы можем уйти на как минимум 100-кратное сокращение объема для захоронения. При применении технологии фракционирования извлечения минорных актинидов, наиболее опасных изотопов, долгоживущих, наиболее радиотоксичных. При извлечении цезистронцевой фракции, теплогенерирующей, короткоживущей фракции мы можем уйти и уменьшить объем захоронения в 100 раз. Возможно вообще уйти от геологического захоронения при применении действительно новых технических решений. И это очень актуально для тех стран, которые в настоящее время выбрали путь захоронения, но тем не менее испытывают однозначные сложности с поиском места такого захоронения и с общественной приемностью. Как мы знаем, ни в одной стране мира не реализовано захоронение. И те страны, которые пошли по этому пути, испытывают большие сложности. Например, Корея не может найти ни одного места для захоронения. И вынуждена сейчас рассматривать другие, скажем так, пути решения. У Америки, наиболее крупной стране, которая ведет, лидирует в данном направлении, является теоретиком подземного захоронения. Как мы знаем, проблемы с Юка-Маунтин продолжаются. Следующий слайд, пожалуйста. Россия идеологически всегда была привержена замыканию ядерного топливного цикла, считает отработавшее ядерное топливо не отходом, а ценным сырьем для переработки, для вовлечения ядерных материалов в топливный цикл. И каким образом мы сейчас, уже имея задатки двухкомпонентной ядерной системы, каким образом мы видим перспективный ядерный топливный цикл. Мы видим, что технологии должны включать полномасштабную переработку, то есть переработку всего того объема, а яд, который у нас есть, который нарабатывается, выгружается, с вовлечением урана и плутония как в тепловую, так и в быструю энергетику, кондиционирование АРАО с фракционированием, выделением минорных актимидов и их сжиганием, что позволит перевести остальную часть отходов в категорию среднеактивных с захоронением при поверхностных могильниках. Что мы для этого делаем? Следующий слайд, пожалуйста. Для улучшения параметров переработки, для создания более экологически и экономически приемлемого способа переработки, мы развиваем технологии переработки на создаваемом в настоящее время опытно-демонстрационном центре, на горно-химическом комбинате. Технологии не предполагают абсолютно будет отсутствовать сброс радиоактивных отходов в окружающую среду. То, что в настоящее время осуществляется как во Франции, в Великобритании, так и у нас на заводе РТ-1, пока продолжается, скоро это прекратится, но на настоящий момент, пока это есть на заводе РТ-1, тем не менее во Франции, в Англии и на том заводе в Японии, который будет запущен наконец, это предполагает и это осуществляется. Сброс низкоактивных отходов, содержащий долгоживущий тритий, долгоживущий йод, осуществляется в океаны, на заводе, который мы создаем, на опытно-демонстрационном центре, на горно-химическом комбинате этого не будет. То есть это основная задача была создания технологии пирогов. Кроме того, если вы сравните и посмотрите на те цифры, которые здесь приведены, в 6 раз количество высокоактивных остеклованных отходов меньше, больше чем в 10 раз количество отвержденных среднеактивных отходов меньше, по сравнению с существующими технологиями. То есть это громадный шаг вперед в переработке. И мы можем сказать, что и экономические характеристики нового завода, они существенно лучше по сравнению с действующими сейчас. Следующий слайд, пожалуйста. Мы начали уже отработку технологий новых на пусковом комплексе опытно-демонстрационного центра. И в этом году начали уже на реальных сборках, то есть на реальном аят. В 2020 году мы должны закончить второй пусковой комплекс опытно-демонстрационного центра с производительностью переработки 250 тонн в год. То есть мы отработаем из того цикла, который я показала в начале. Вот это новые технологии по переработке. Мы движемся последовательно и мы близки уже к промышленному варианту. Следующий слайд, пожалуйста. Что мы делаем с продуктами переработки? Как я говорила, что одно из направлений это использование продуктов переработки, ценного сырья, который остается в аяте, для фабрикации, для рециклирования, для замыкания цикла. У нас в России уже сейчас регенерированный уран в полном объеме. Идет на фабрикацию топлива для РВМК. Мы начали утилизацию плутония, полученного от переработки аят для фабрикации топлива для быстрых реакторов. И у нас развивается проект по ремикс топливу. Это рециклирование урана регенерированного и плутония в тепловых реакторах. Следующий слайд, пожалуйста. Как я сказала, плутоний для производства топлива для быстрых реакторов, это производство у нас уже запущено на горно-химическом комбинате. Следующий слайд. И для мультирециклирования плутония в тепловых реакторах в виде ремикс топлива мы осуществляем в настоящее время два проекта по ремикс топливу. Что это такое в целом? Ремикс топлива состоит как из регенерированного урана, так и из плутония. Плутония около 1-2%. Такая смесь с добавлением на каждом следующем этапе, на каждом следующем цикле, добавлением обогащенного природного либо регенерированного урана позволяет нам рециклировать не менее 5 раз эту смесь. То есть, например, для зарубежного заказчика топливо от зарубежного заказчика возвращается к нам, и их же топливо, их же ядерные материалы могут быть возвращены и рециклированы 5 раз. Это особенно важно для европейского заказчика, которые связаны европейскими директивами по необходимости контроля собственника ядерных материалов за безопасностью, за судьбой ядерных материалов и радиоактивных отходов. То есть, такой цикл, который позволяет многократно рециклировать, пока нигде не реализован. В предложении, как вы знаете, есть МОКС топлива, французский вариант, с содержанием 8-9% по плутонию. Это топливо рециклируется только один раз. То есть, пройдя второй путь в ядерных реакторах плутоний, вынужден оставаться отработавшим топливом, потому что невозможно дальнейшее его рециклировать. Таким образом, вот эта технология, она является в настоящий момент прорывной и именно для тепловых реакторов. Следующий слайд, пожалуйста. Дальше. Что мы делаем дальше, продолжая логически строить топлив, экологически приемлемый топливный цикл? Как я сказала, высокоактивные отходы – это смесь изотопов различных по энергетике, различных по периодам распада. Если брать в целом отходы, то первые 200-300 лет определяют теплогенерацию и активность короткоживущие изотопы. В дальнейшем всю радиотоксичность определяют минорные актиниды. Поэтому для того, чтобы уменьшить радиотоксичность того, что мы захораниваем геологические могильники, мы с одной стороны должны убрать уран и плутоний, что мы делаем при рециклировании их. Дальше мы должны убрать теплогенерирующие изотопы. И в долговременной перспективе мы должны убрать минорные актиниды. И именно на это нацелено фракционирование. Здесь на схеме вы видите полную схему рециклирования с удалением цезии и стронции минорных актинидов. Есть и с цезием стронцием. Понятно, что делать. Его выделять и в стабильной матрице заключать. Хранить на поверхности в течение 300 лет достаточно для того, чтобы уровень активности снизился до возможности захоронения в предповерхностях могильников. То есть цезием стронции это изотопы с периодом полураспада около 30 лет. То есть 10 периодов полураспада достаточно для минимизации радиоактивности. Но минор актиниды это долгоживущие, крайне легко мигрирующие элементы. Их необходимо удалять и сжигать. По-другому сжигать в быстром спектре реактора. В нашем представлении наиболее оптимальным реактором для сжигания минор актинидов является жидко-солевой реактор. Следующий слайд, пожалуйста. Жидко-солевой реактор отличается большей простотой конструкции, отсутствием фабрикации топлива в традиционном понимании, отсутствием необходимости фабрикации таблеток. Что очень сложно сделать для, не то что плутония, а уже америции это очень сложно. С кюрием просто невозможно. То есть крайняя сложность обращения с минор актинидами будет препятствием при традиционной фабрикации топлива с такими элементами. Поэтому в нашем представлении жидко-солевой реактор позволит уйти от этих сложностей традиционной фабрикации и выжигать минор актиниды, не разделяя их. Нептоний, америций, кюрий. Все за 50 лет время жизни жидко-солевого реактора может быть 95% эффективное сжигание. Следующий слайд, пожалуйста. И в целом, когда мы завершим эти все проекты, мы будем иметь один интегрированный центр по обращению с отработавшим топливом, который может быть организован, который уже организуется, уже начат организовываться на горно-химическом комбинате, где уже сейчас есть хранилище, где строится опытный демонстрационный центр, где есть завод по фабрикации мокс топлива, и мы планируем разместить там завод по фабрикации ремикс топлива. И размещение там жидко-солевого реактора для сжигания минор актинидов после фракционирования на опытном демонстрационном центре позволит нам не только замкнуть весь цикл топлива, но и минимизировать отходы, минимизировать те последствия для экологии, которые несет с собой обращение с отработавшим топливом. И в принципе прийти к экологически приемлемому обращению не только с АЯТ, но и в общем поменять отношение к атомной энергии. Спасибо за внимание. Спасибо, Анжелика Викторовна. До этого я еще не сказала, что в том обществе, которое в этом году мы основали, в женском обществе, я являюсь одним из вице-президентов этого общества, ответственным за научно-техническую политику. И от лица всех остальных вице-президентов мы, конечно, хотели бы поблагодарить Алену Михайловну за очень активную деятельность, такую организационную, на этом сложном начальном этапе нашей деятельности. Поскольку я уверена, что деятельность женщины в атомной отрасли крайне важна, то этот организационный этап, он очень важен. Здесь активность Алены, она просто... Поэтому спасибо, Алена. Спасибо. Спасибо.